Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс авиакомпании «Победа 537». Я хочу видео записать в аэропорту, но вот эта тетя непрерывно говорит. Мне кажется, когда объявления непрерывно говорятся, тогда на них перестаешь обращать внимание. Вот, я предлагаю их вообще отключить. Вообще, мне кажется, я поставил личный рекорд по перелетам, потому что это 11-й раз я лечу на самолет за последние полтора месяца. Я уже успел побывать в Минводах, в Тель-Авиве, в Стамбуле, в Москве, в Новосибирске, в Калининграде. Интересно, куда я лечу сейчас. Так, я в Сочи. Невероятно, 4 часа лета, и ты из зимы попадаешь в лето. Здесь прямо лето. Ну, по-питерски здесь точно лето. По-сочинскому, скорее всего, нет. Да, что делают люди в Сочи? Некоторые проделывают путь обратно. 40 минут, и ты возвращаешься в зиму. Буквально 40 минут, и ты в горах, и тут снег. Я 15 лет не катался, и знаете, что у меня получается. Сейчас скорость километров 60, не меньше. Некоторые приезжают в Абхазию, в Гагры, чтобы полазить по заброшенным пансионатам. Продолжение следует... Пол-тирация очень похожа на то, что в Аденкирхе. У нас пол-дела где-то в 1939 году. Ну, наверное, здесь примерно тоже период времени. Знаете, что я думаю? Вот когда приезжаешь в Калининградскую область, и ладишь по всем этим забросшикам замков, кирх, больниц и прочее, ты представляешь себе, что когда-то давным-давно, до войны, здесь жили немцы, и вот это от них осталось. Потом прошла война, в общем, потом советское время. А вот эти все заброшки, это заброшки из моего детства. В 80-х годах они еще функционировали все. И я прекрасно себе представляю, как это все выглядело. Вот, и поэтому какое-то такое чувство чуть большей грусти, наверное. Еще можно посетить уникальный центр Сириус. А здесь еще настоящий буран, смотрите. Ну, и всегда можно просто гулять по Сочи. Кстати говоря, когда-то из этого порта в Сочи я со своей старшей дочерью Лидией отправился в путешествие, которое называлось «Из России до Африки по воде и земле». Итак, из Сочи мы доплыли до Грузии, до Батуми. Из Батуми на автобусе доехали до турецкого Трапзона. Из Трапзона пересекли всю Турцию, доехали до Антаки. Кстати, недавно я прочитал, что город Антаки практически полностью уничтожено. Вот, последним землетрясением. Потом из Антаки мы доехали на автобусе до Алеппо, это Сирия. На улицах Алеппо встретили, вы не поверите, Башар Асада. Из Алеппо доехали до Дамаска, столицы Сирии. Из Дамаска до Берута, это столица Ливана. Из Берута вернулись обратно в Дамаск, а потом поехали в Аман, это Иордания. Из Иордании доехали до Иерусалима. И хотели ехать дальше, до Каира. Но там случилась проблема в 2011 году. Там произошла революция, и перестали летать самолеты. Меня не столько революция тогда испугала, сколько невозможность потом оттуда улететь. И мы тогда улетели из Тель-Авива. Но все равно этот путь реально по земле и воде мы проделали из России до Святой Земли, что тоже неплохо. Да, но я, конечно, приехал не за всем вот этим вот, а потому что я еду в Новороссийск на собрание пасторов Южного Пробства. Вот, от Сочи 7 часов езды. В путь. Так, друзья, мы в Новороссийске. Тут дождь. И красивая церковь. Когда-то здесь был еще шпиль на колокольне, но, к сожалению, он на нас не дожил. Как и все ветеранские церкви, церковь была после революции закрыта, переделана в ДК. Возвращена в 1999 году. И, собственно, после этого здесь восстановились богослужения. Вот такое чудесное готическое здание. Вот такая замечательная церковь, историческая. Единственная на Кубани, на самом деле, историческая лейтенантская церковь, которая используется по назначению. Вот, конечно, специфический, надо сказать, антураж с этими арками, иконами, кучей деталей. Вот. На мой вкус, конечно, это все лишнее. Вот. Но мило, по-домашнему, с коврами, в общем. В общем, так. Да. И смотрите, кого мы встретили. Это наш друг Илья. И знаете что? Илья обожает наш блог. Да. Вот. И поэтому Илья, ты в нашем блоге. Вы помните, фреск, фреск Гюстава Доре около Ананакидки. Она продержалась дольше всего. Там все закрашивали, а эта фреска дольше всего продержалась. Вот. Олег Лукьянов сделал ее с подачей Ильи. Да. 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 И вы не поверите, куда мы едем. Куда мы едем? Друзья, угадайте, где мы. Ладно, не буду скрывать от вас. Все равно не догадаетесь. Мы в Москве. Даже там было написано Москва. Короче, мы на Красной площади. Красная, потому что красивая. Но здесь, видите, много красных элементов, включая Кремль. Но на самом деле Красный Кремль стал красным уже с новыми властями в 20 веке. А так вообще-то он был белый. Он был штукатурен. А потом по безалабренности его не штукатурили. А потом уже красный цвет отвечал новой коммунистической повестке. И поэтому он красным и остался. Хотел вообще-то вам про Мавзолей Ленина сказать. Я чуть не сказал Мавзолей имени Ленина. Но это не имени Ленина. У нас тут все имени Ленина. Но Мавзолей Ленина просто. Вот. Как странно он выглядит. Построен он по проекту известного архитектора Щусева. Есть в Москве такой музей архитектуры имени Щусева. В общем, это архитектор, который долгое время строил храмы. А после революции храмы перестал строить. И стал строить разные другие советские храмы. И я бы сказал, что Мавзолей Ленин на самом деле это храм. Есть несколько выделяющихся вещей, которые говорят о нем как о культовом сооружении. Но, во-первых, это сама форма. То есть он построен в виде месопотамского зигурата. Вот такими штуковинами, как религиозное сооружение. А также это может напоминать пирамиду. А напомнить, что пирамида это усыпальница фараона. И, в принципе, фараон мирового пролетариата и революции тоже нашел свое упокоение в такой пирамиде. Кроме того, поскольку это место, где проводились самые массовые советские собрания. Можно сказать, такие советские богослужения. С выставлением советской мощи или советской культуры. Или там спортсмены шли, военные и так далее. То Мавзолей еще выстраивается в виде трибуны. То есть сегодня мало кто об этом помнит. Но вообще-то Мавзолей это трибуны. Туда выходили вожди, оттуда они обращались. А трибуна, как кафедра, это тоже такое место проповеди. И вот Мавзолей эту функцию выполнял. Так что я считаю, что Мавзолей это вполне себе религиозное сооружение в мире, где религию отменили. Потому что отменить нельзя религию. Ее приходится чем-то заменять, как-то выкручиваться. Кстати, если мы пройдем дальше, то мы увидим лобное место. А это кафедра или трибуна 16-18 веков. Так что здесь тоже проповедовалось какое-то слово. Высокодержавное какое-то, наверное. Здравствуйте, дорогие друзья. Принято обращаться к коллеге. Здравствуйте, дорогие коллеги. Рад всех приветствовать. Вот мы тоже занимаемся чем-то подобным, как и вы. Я не знаю, как точно это называется. Но, в общем, у нас церковь. Ну, трудно было увидеть человека по-фурштадской, который шел и смотрел в другую сторону, кроме как на колокольню. Наш голубь. Ряду людей очень понравился. Видите, эти стикеры стали куда-то клеить. Многим не понравился, ну, или некоторым не понравился. Вот стали писать и жалобы тоже. Мы, как бы, и за голубей, и за все остальное прочее, примерно в равной степени получаем и того, и другого. Вот обычно люди высокодуховные, конечно, нас не любят. Но простые петербуржцы, вот такие, типа нас со света, и нас, в принципе, любят. Мы в Манеже, на очередной выставке, посвященной СССР. Вот только что мы гуляли по Красной площади, и вдруг выяснилось, что вот эта культура СССР, она сегодня интересна. Но, с другой стороны, ты ходишь, смотришь какие-то вот книжки, экспонаты, и понимаешь, что ты тоже часть этой культуры. И ты, как будто бы, тоже экспонат такой. Потому что вот я лично родился в 81-м году, когда мне было 10 лет, СССР распался. Но он до сих пор сохранил свое существование в архитектуре, не знаю, в том, как станции метро сделаны и тому подобное. Вот. Но вообще, честно говоря, очень интересно, потому что большая часть выставки все-таки это молодое советское государство, которое еще не превратилось в совок, у людей надежды, что что-то большое будет построено. Но сегодня мы ходим, и немножко, наверное, некоторые ностальгируют, где-то вот смотрите, как в СССР было хорошо. Но здесь, ну, представлено, ну, скажем, то, за что есть, условно, за что можно гордиться. Но Советский Союз 80-х годов, вот как я его помню, и как, ну, о нем можно почитать, это сомнительно, что это хорошо. Это вот эта идеология, которая зашла в тупик, и когда уже стало непонятно вообще, собственно, что делать. Вот. Ну, и, собственно, все, оно рухнуло. Стоит ли удивляться этому? Да. И, с другой стороны, знаете, что я подумал? Я подумал и про христианство тоже. Потому что, когда мы размышляем о христианстве, и о христианине, и о христианской жизни, мы его рисуем очень идеалистически. А по факту так не получается. Вот не получается быть идеальным христианином, как не получилось быть просто идеальным советским человеком. Не было их, вот. Но, по крайней мере, христианство показало, что оно существует 2000 лет. Вот. И показало, ну, скажем так, свою устойчивость. Империи проходят, рушатся. Вот. А вера в Бога, стремление к Богу, она остается. Такие дела. Как будто как-то печально. Вот. Ну, ничего печального. Я считаю, что нечего горевать по совку. Потому что все лучшее, что из него могло остаться, оно и так уже осталось. Не переживайте. А все плохое. Ничего страшного, если оно и ушло. Ну, в общем, будьте в Москве. Рекомендую. Это вот мозаика изображена в советской святыне, покорение космоса, самолеты. То есть мы все сделаем, всех увидим. Природу, главным образом. То есть человек, он над природой, покоритель природы. Хотя об этом в Библии так написано. Стоит ли. Проект Дворца Советов. Он должен был находиться на месте Храма Христа Спасителя. Там даже залили фундамент. Потом он превратился в фундамент бассейна Москва. Но, по идее, вот этот Дворец Советов, он должен быть выше, чем Empire State Building в Нью-Йорке. Это просто какой-то супер-мега-гигантский. Высший Empire State Building, это значит, самое высокое здание в мире. А это нам напоминает историю строительства Вавилонской башни. Когда люди пытаются достичь небес. Вот как будто, знаете, надо выше, дальше. Как будто, если человек построит самое высокое здание в мире, он что-то докажет. Вот попытки такие были еще в Ветхом Завете. И мы находим, что они бессмысленные совершенно. Так что можно сказать, что вообще строительство Советского государства – это такое большое строительство Вавилонской башни. И потом она, видите, рассыпалась. С отцом Николаем решили сходить в Третьяковскую галерею. А честно говоря, вот я чувствую себя духовно сытым, можно сказать. И духовно, и душевно тоже. Потому что замечательное время. Вам как? И тебя вылечим. Мы просто ходили, посмотрели православные иконы. Да, я возрадовался, что почти обратил его к православию. Да, ну шутка. Я вообще думаю, что правда в пост надо ходить по музеям и театрам, потому что это гораздо лучше, чем кинотеатры, просмотры сериальчиков и вообще все формы прокрастинации, которые сегодня так распространены в нашем мире. Так что здорово, что мы сегодня выбрались, посмотрели, отрефлексировали, да, как сейчас говорят, прокачали свою осознанность. Ну, воспользуюсь случаем и к нам тоже приглашу. Ну, там, конечно, не древние произведения, а наоборот современные, но тем не менее сейчас у нас проходит выставка страсти, которая тоже размышляет о известных событиях. И тоже полезно сходить, чтобы поразмышлять о том, как последнюю неделю провел Христос. Не я ли Господи? Не я ли Господи? Задаться всем этим вопросом. Если услышите голос случайно в кирхе, вам не показалось. Да, да. Я хотел спросить, можно ли об этом рассказать? Да. Да. Ну ладно, я об этом не буду рассказывать. У нас там стоит зеркало, где написано не я ли Господи, и среди прочих голосов Отец Николай. Для Бога так все вообще. Ты снимаешь? Я чувствую себя очень низким человеком. Еще ниже, чем обычно. Я не высокий, я длинный. Вот есть иконы, которые в храме. Понятное дело, что люди молятся. А как относиться к иконам, которые в музее? Можно перед ними молиться? Молиться можно где угодно, на любом месте, по слову Иисуса Христа. Раз уж я миссионер, стоит про это сказать. Это, во-первых. Во-вторых, икона, она не является каким-то сосудом магическим, является орудием для спасения людей. То есть, чудотворный образ, это значит, что тяфания, да, то есть, такое божественное проявление в мире. Когда человек перед образом молится, он, понятно, что не краски и доски обращается, обращается к Богу или любимым святым, или к Богоматери. Но сила Божья, она, конечно, не в самой иконе, а от Бога исходит. Что такое икон, чудодейственная икона? То есть, вот считается, что какая-то икона, она чудодейственная, более или менее, то есть, надо к ней прийти, не знаю... Ну, как-то, да, прикоснулся к ней как-то, да. Что такое чудодейственная икона? Ну, чудотворная икона, на самом деле, она не является объектом фетишизма, но иногда люди по суверию чисто своему, они считают, что одна икона более чудотворная, другая менее. Это, как, не знаю, вот один храм более намоленный, другой менее намоленный. Люди думают так. Если новая церковь, например, там голые стены, тут, значит, вроде как, святым духом не пахнет, думают они, надо идти вот там, где подревнее, постарее, вот, желательно, чтобы стены были чёрные. То есть, получается, ты хочешь сказать, что, ну, там, икона, которая там написана, условно, в Сафрино, или даже напечатана, она, может быть, такая чудотворная, как икона Казанской Божьей Матери? Конечно. Это же дело не в степени «заряженности», в кавычках, иконы, а в чудодейственности. То есть, Бог выбирает, как какое-то конкретное дело совершить на земле, да, и выбирает те способы, которые будут понятны и приняты людям. То есть, для православного человека чудо Божье, оно совершается через иконы часто, да, при участии, посредством икон. И поэтому для нас это типично. То есть, понятно, что дело не в материи, да, а дело в духе, который освящает, наполняет эту материю. Но если человек так вот далек от церкви, и голова забита с уверием, он разницы не чувствует. Для него это просто какие-то такие объекты культа и способ, не знаю, для исполнения желаний. Да, вот, а Вселенский собор говорил так, что почесть, воздаваемая образу, восходит к первому образу. То есть, подходя там, ну, перед иконой Христа, мы молимся, мы молимся Христу, а не иконе. Вот, в общем, так. Знаменитая троица Андрея Рублева, а, кстати, это не только троица, но и предвечный суд. То есть, считается, что святая троица собралась на суд относительно того, как быть судьбой человека, который отвернется от Бога, как его спасти. И, как известно, Господь спасает нас через Иисуса Христа. И в этой троице, вот, можно подумать о том, какая фигура троицы относится к какой ипостаси. И фигура ангела по центру, это, скорее всего, фигура Христа. Откуда мы это знаем? Во-первых, он одет в те же одежды, тех же цветов красный и синий, что и обычно изображают Христа. Во-вторых, он находится как бы в евхаристической чаше. Можно сказать, что ангелы по бокам, они создают такую вот чашу. И Христос находится внутри этой чаши, как та жертва, которая будет отдана ради грехов человеческих. Знаменитая картина Николая Ге «Тайная вечеря». Оригинал находится в русском музее. Здесь авторская копия, она чуть меньше, но зато она сильно светлее. И на ней можно разглядеть некоторые детали. Давайте их разглянем. Во-первых, это то, как совершается «Тайная вечеря». Если вы придете к нам на высокоскопоствование, вы увидите, что у нас там тоже есть «Тайная вечеря». И там Иисус, он как бы с краю второй. И на самом деле он так и сидел. Сидел сначала Иоанн по правую его сторону, потом Иисус, это самое почетное место. А по левую его руку сидел Иуда. Сейчас он вот одевается, он идет его предавать уже. Но он находился здесь. А с другой стороны, с краю сидел апостол Петр. И вот так Николай Ге правильно изображает «Тайную вечеря». Ну, можно сказать, что там стол выше, ниже, там диваны были, не были. Это как раз мелочи. Но есть одна деталь. Я ее сам нашел, я ее сам нашел. Поэтому вот хочу на нее обратить внимание. Это окно. Обратите внимание на окно. Запомните штору, которая вот так вот немножко задернута. И теперь мы перейдем к другой картине Николая Ге. Идем. Картина называется «Выход Иисуса Христа и учеников Стайной вечерей». И теперь смотрите на окно. Это же то же самое окно. То есть вот только что свершилось то, что описано в одной картине. И это окно, оно как бы связывает сюжет. И вот Иисус выходит со своими учениками. Идет на Ильонскую гору совершить молитву, где он будет арестован. Николай Ге. Гений. Ге, потому что гений. Картина называется «Вестники воскресения». Вестники. И мы видим, кто здесь вестник воскресения. С одной стороны мы видим Марию Магдалина, которая торопится возвестить о воскресении Иисуса Христа. А с другой стороны мы видим римских солдат, которые тоже идут возвестить о воскресении Иисуса Христа фарисеям. И те, и другие являются вестниками. Но одни, видите, в темном таком углу, другие в светлом. То есть, как по-разному может восприниматься воскресение Иисуса Христа. На самом деле, как и в нашей жизни. Когда мы кому-то говорим, что Христос воскрес, как мы на это, там, воскрес, не воскрес. Вот как это в нашей жизни? Что это? Это какая-то светлая сторона или это какая-то дремучая темнота? Вот. Вот. Надеюсь, у вас так. Явление Христа народа. Знаменитая картина Иванова. Расскажу, почему она гениальна. Ну, сам сюжет описывает то, как Христос приходит к крещению к Иордану, к Иоанну Крестителям. По сути, это начало его служения. А что мы здесь видим? Мы здесь видим толпу, которая отделена от Христа. То, видите, Христос, он как будто бы стоит отдельно. Но, конечно, интереснее всего в этой картине разглядывать именно толпу. Потому что Христос очень, ну, как бы, каноничный. Он такой правильный, он в правильной одежде, он в правильной осанке и так далее. Но давайте посмотрим на толпу. Те, кто смотрит на Христа. Ну, во-первых, ну, или не во-первых, неважно. Это фарисеи в правом углу. Те, которые, ребята, одеты с такими злыми лицами, это фарисеи. Те, кто приходит осудить Христа и так далее. Римские солдаты, которые едут к Иоанну Крестителю. Дальше идем. Несколько, обращу внимание на самое интересное. Вот человек с зеленым лицом. Во-первых, почему он с зеленым лицом? Не всякий знает. Но лица выкрашивали рабам, чтобы они не сбегали. А помимо того, что у него зеленое лицо, у него еще ошейник. То есть, видите, у него веревка, наброшенная на шею. И у него подбираются слезы глазам. Потому что Иоанн проповедует о покаянии, во-первых. А это всегда человек залезает в свое сердце. Во-вторых, он возвещает о том, что приходит тот самый огнец Божий, который возьмет на себя грехи человека. И как бы раб это воспринимает, принимает к себе. Но его хозяин подает руку, чтобы тот продолжал свою работу, давал ему одежду. Что еще? Мы видим старика посередине, которому помогает подняться. И здесь интересны обе фигуры. И фигура старика, и того, кто помогает ему подняться. Сам старик одет, как человек богатый. А человек, который помогает ему подняться, одет, как Христос. Смотрите, у него точно такие же красно-синие одеяния. И можно сказать, что это Христос в нашем мире. Потому что каждый из нас, мы можем нести служение Христа, если помогаем кому-то подняться. Несколько учеников Иисуса Христа здесь есть. В частности, с рыжими волосами, рядом с Иоанном Крестителем, это апостол Иоанн. Он был рядом с Иисусом всегда, а сейчас он рядом со своим первым учителем Иоанном, который укажет на Христа, и апостол Иоанн пойдет за Христом. Дальше по деревам молится Нафанаил. Мы знаем, что Христос сказал Нафанаилу, что «Я видел тебя, молящийся по смоковнице». И здесь тоже изображается смоковница и Нафанаил, который молится. Дальше фигура старика и молодого человека, который выходит из воды. Можно сказать, это фигуры старого Израиля, может быть, он в воду входит, и нового Израиля, который возрождается. А можно это приметить и к человеку, как к крещению, как к духовному возрождению, что старый человек, он умирает, старый Адам в воде, и новый он возрождается, выходит. Причем, видите, старый он в одежде, а новый он голый. Интересно, что в воде есть отражение старого человека, и одежды там красные, а не белые. Про две вещи я вам не скажу, про них и так все знают. Что здесь изображен сам автор этой картины Иванов и Гоголь, его друг. Это и так все знают, об этом и нечего говорить даже. Так, запишем какой-нибудь блог на фоне того, как Николай Бабкин записывает блог. Кстати, друзья, я вам тоже предлагаю стать христианскими блогерами и в своих соцсетях постить какие-то благие, добрые вести. Вот, такой план. Как вам такая идея? Если нравится, поставьте лайк, если не нравится, поставьте лайк. Короче, открываем большую тайну. Вчера мы посетили водочный завод «Кристалл», сегодня мы посетили винзавод. И то, и другое мы посещаем с одной целью. Мы ищем площадку в Москве, вот, имейте в виду. И там, и здесь, и везде нам, конечно, рады. Особенно здесь, на винзаводе. Нам повезло встретиться с руководителем, с Софьей. Вот, она нам все показала, все великолепно. В общем, хочется в Москву приехать с какими-то выставками. Ну, вообще, сделать такой филиал или подворье Анненкирхи здесь, в Москве. И не только в Москве, а везде. В общем, приглашайте нас, и давайте в других городах тоже что-то делать. Ну, не пишите, типа, приезжайте. Мы и так знаем, что есть поезда, самолеты, они ходят везде, летают. Может быть, у вас есть какое-то пространство интересное, или место, или здание. Куда бы мы могли приехать, где могли бы что-нибудь сделать. Ну, вот, так что так. Ну, и в Москве мы тоже пока продолжаем искать. Пока мы еще не обрели свое место. Следите за новостями. Да, ну, и заодно сходили на выставку про панк и король и шут. Честно говоря, мне не очень понравилось. Хотя панком и королем и шутом у меня, в принципе, молодость была немножко пронизана. Вот, но... Ну, что-то не зашло. Либо настроение плохое. Хотя настроение хорошее. Значит, просто не зашло. Хе-хе-хе-хе. Ты будешь что-нибудь про выставку говорить? Это же у тебя было путешествие в твою юность. Нет? Нет, нифига. Вот, кстати говоря, выставка ЦОЯ была путешествована в юность, а что-то здесь вообще как-то не очень. Хотя вот это моя юность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok